Это наша позиция, государственная позиция, в том числе и президента Беларуси. Вы знаете, я ярый сторонник чистого спорта. И здесь не только потому, что я, ну, как почти спортсмен к этому отношусь, здесь и практическая сторона дела. Если разрешить это все, то такие страны, как Беларусь, ни одной медали не завоюют. Мы не сможем соревноваться с такими монстрами, как Соединенные Штаты Америки, Китайская Республика, наша Российская Федерация. У них больше и финансовых, и кадровых возможностей, чтобы нас превзойти в этом. Поэтому мы за чистоту спорта. Есть талант, есть пахота, труд, побеждаем. Если мы обвиняем какую-то страну, и прежде всего нашу Россию, это же наши братья, это тоже нюанс важный, так положите на стол факты конкретные. Зачем же вы всех скопом взяли и смели? Виноват? Пусть отвечает. И, кстати, это же ведь практика и закон для Паралимпийского и других комитетов. Мы ведь тоже, вот россияне много говорят, в арлекопатистическую команду сняли, так нашу команду Грибцов сняли, которая завоевала на последних чемпионатах, завоевала по 10 медалей. Испугались. Ну, наверное, точно так не хотелось и допускать по отдельным видам и российских спортсменов. То есть мы это все пережили. И для нас это очень болезненно. Мой коллега российский очень правильно заметил. Надо встряхнуть. Я как национального комитета руководителя говорю, международный олимпийский комитет. Понимаете? Мы не знаем, что там происходит. Тем более в ВАДА взяли эти пробирки. То у кого-то там уборщица шла, хвостом махнула, смахнула, разбились пробирки. Все. Не с чего спросить. Недавно СМИ о Соединенных Штатах Америки писали. Ну, у россиян, у белорусов не смахнула уборщица пробирки. Проверили, прослезились. А как перепроверить истину? Как? А никак. Вот мы там решили и будьте здоровы. Говорят суд. А судьи кто? Вот и вся демократия. Продолжение следует.